Здравствуйте! В эфире программа «Наше время» с вами Илья Кочетков. Снова в деле. Барнаульский архитектор, заслуженный архитектор России Александр Деринг вернулся в градостроительный совет города Барнаула. Александр Деринг известен своей активной, даже резкой позиции касаемо сохранения исторического облика нашего города. Поможет ли его возвращение улучшить облик города Барнаула, мы решили узнать у него самого. Здравствуйте! Здравствуйте! Напомните, когда вы состояли в градостроительном совете, почему ушли? В градостроительном совете я состоял до 2015 года. Ну, собственно говоря, я сам не уходил. Вот так получилось, что я узнал, что у меня в новом составе это нет. Произошла ротация. Ну, это нормально, в принципе, ротация, наверное, должна быть, конечно, безусловно. Вот. Поэтому, ну, а так на протяжении многих лет, ну, я даже не помню, там, с какого года по какой я постоянно был членом совета. Почему вернулись? Сами вас позвали? Ну, наверное, можно так сказать, позвали. Там произошла замена, действительно, там часть выбыла людей. И примерно так до Нового года мне было, ну, в такой частной беседе сказано, что предполагается, что вы вернете в Совет. Я говорю, ну, хорошо, если вернете, вернем. Значит, вернусь. Вот. Но потом какая-то была такая заминка, я уж не буду там подробности какие-то говорить, но включили, потом вроде как не включили. А на прошлой неделе я узнал, что вышло постановление главы города о том, что я дополнительно включен в Совет. Ну, вот такая вот история. О чем может говорить то, что вас снова пригласили? Я не знаю о чем, честно говоря. Может быть, я полезен буду в новом составе Совета. А вообще у градостроительного совета какие есть полномочия? Что он может, чего не может? Расскажите. Градостроительный совет – это, прежде всего, такое экспертное сообщество. Там и смысл совета в том, чтобы профессионалы-эксперты дали оценку тем проектам, которые выносятся на обсуждение, которые предполагаются к строительству. Хотя, кстати, там могут быть и какие-то концепции даже. То есть это немножко отдаленное намерение, возможно, заказчика об этом. То есть любые проекты можно выносить, их обсуждать. Но состав Совета, он такой довольно представительский. И там, кроме профессионалов-архитекторов, есть и представители строительной отрасли, и, естественно, чиновники городской администрации по рангу своему. И главные архитекторы районов. Вот такой даже сейчас появился еще и член Союза дизайнеров. Ну, я так понимаю, что, возможно, это вопросы, связанные с рассмотрением, ну, скажем, рекламы, да, какой-то вот графической какой-то части, которая на фасадах может присутствовать. По-простому говоря, планируется построить что-то где-то, а Совет одобряет, либо не одобряет. Да, да. В общем-то, в ГПЗУ, это в документе, который выдается заказчикам для проектирования зданий, собственно, там черным по белому и написано, что нужно получить положительное заключение градостроительного совета. Формально градостроительный совет, он не орган, который дает разрешение, собственно, на строительство. То есть это все-таки рекомендательный характер носит его заключение. И, в принципе, здесь может быть и противоречие заложено. То есть градостроительный совет, допустим, может и не одобрить, да, но по формальным признакам, если здание соответствует нормам, правилам строительства и прочим делам, то юридически его можно оспорить и получить разрешение. То есть уже заключение судебного заседания. Просто вот элементарно так. Хотя, конечно, это очень редкий экзотический случай. Такое может быть. Недавно стало известно, что на пересечении проспекта Социалистического улицы Партизанской на месте старинной усадьбы купца Михайлова предполагается возвести восьмиэтажное здание офисное. При этом, разумеется, комплекс, оказывается, не одно, даже два здания фактически будут при этом уничтожены. Известно, что эти работы одобрил градостроительный совет в конце, кажется, прошлого года, когда вас там не было. Вот скажите, если бы вы там были, удалось ли бы одобрить данное строительство? Безусловно, я бы возражал против такого решения совершенно однозначно. Это не лукавство, это точно так. Но я не убежден, что мой голос или мое выступление могло бы повлиять каким-то образом на общее решение. Потому что, во-первых, голосование формально по голосам, то есть просто считается большинство. Во-вторых, ну да, по сути, один в поле не воин. То есть я, даже если бы я что-то сказал против этого, то чисто формально по голосам бы, наверное, это не прошло. Но я думаю, что просто этот вопрос, видимо, и не поднимался. То есть не было предысторий, да, никто не смог рассказать, наверное, на совете и объяснить членам совета, что вообще, что вы, господа, делаете, да, посмотрите. Ведь это же целая усадьба. Ведь это здание очень интересное само по себе. Оно с особенностями некоторыми. Кстати, вот это именно такое кирпичное здание двухэтажное с таким выраженным угловым решением. Это вообще, ну, не часто в Барнауле такие здания с такой архитектурой встречаются. Оно очень интересное само по себе. Вот. Да и, честно говоря, на мой-то взгляд, как просто архитектора, такое целеточение очень крупных зданий друг с другом, то есть напротив строится тоже очень высотное здание, жилое. И здесь, конечно, оно излишне концентрирует вот этот перекресток. Там и бестолоты, в общем-то, и движение транспортное очень, сами все знают, про на улице знают, тяжелое очень. Поэтому здесь нужно было... Да я думаю, что и решение можно было даже найти, если это, скажем, и не памятник культурного наследия, формально, да, но интересный по архитекту, то можно было бы творчески подойти к этому вопросу, поскольку защитных зон нет в 200-метровых, можно было бы его как-то интегрировать, я не знаю, в какую-то новую постройку, и, может быть, совместить то и с другим. Ну, то есть пути какие-то, на всякий случай, вопросы можно было задать и поднять. Но я так думаю, что просто это еще и не информированность была. Ну вот теперь, какие задачи вы перед собой ставите, если ставите, конечно, какие проблемы городской среды вы можете и будете решать, вернувшись в Совет? Ну, в первую очередь, для меня историческая часть города, она была, есть и будет всегда приоритетной. И в общем-то в моем творчестве, и в моих мыслях. Поэтому я убежденный сторонник того, что историческая часть города должна быть с особым регламентом, с особыми правилами застройки землепользования, должны быть довольно четко определены тогда границы этой исторической части города, и в ней должен быть свой регламент. Вот это для меня главная задача, и я буду на этом настаивать. Спасибо за интересную беседу, а я напоминаю, мы были в гостях у заслуженного архитектора России, и члена Городостроительного совета города Барнаула Александра Деринга. Я Илья Кочетков, программа «Наше время». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова